Это такая дружественная, такая прекрасная атмосфера здесь царит. Знаете, вот ни в одной школе такого нет. Здесь очень насыщенная жизнь лицейская, прекрасные педагоги с нами работают. Они нас не только учат, не только вкладывают в нас все знания, но еще и воспитывают нас как личности. Они прекрасно нас подготовили к экзаменам и к следующей взрослой жизни. Мои пожелания, чтобы выбрала правильную дорогу, то, что по душе ей, ту профессию, и вообще жизненный путь, чтобы был правильный, пожелать успехов во всем, всем выпускникам сегодняшним, здоровья, счастья, ну и семейного благополучия в дальнейшем. В этот день не только Анастасия Касперук и ее родители переживают такие особенные мгновения. Пробежали лицейские годы незаметно. Настала пора попрощаться с полюбившимся учебным заведением и окунуться в другую, не менее насыщенную жизнь. Новый путь не обещает быть легким, на нем бывают препятствия и неудачи, но благодаря лицейской закалке у этих юношей и девушек должно все получиться. Конечно, это хороший шанс для поступления в высшее учебное заведение. Дело в том, что конечная цель по окончанию лицея – это престижные вузы нашей республики. Я думаю, пройдет 5-6 лет, и мы будем гордиться этими выпускниками. Последний звонок. Этот праздник в сердцах многих из нас остался ярким воспоминанием, наполненным в равной мере грустью и радостью. Радостью, потому что закончился учебный год, завершился еще один жизненный этап. Грустью, потому что спустя каких-то две недели эти ребята начнут готовиться к вступительным испытаниям, позже разлетятся по другим городам. Пока еще никто из них не знает, как сложится жизнь. Однако ясно одно – эти особенные мгновения выпускники-лицеисты пронесут с собой через всю жизнь. В 65-м году я пошел в первый класс, в 75-м окончил, и я помню первую линейку, в которую первый класс шел, и выпускной, естественно, помню очень хорошо. Поэтому, глядя на молодежь, конечно, вспоминаешь свои годы, но и завидуешь им, что у них еще все впереди, и трудности, и радости в жизни. А у нас уже что-то пройдено. Быстро промчался еще один учебный год. Казалось, еще вчера было то теплое сентябрьское утро, когда на пороге этих юношей и девушек с радостью встречали представители администрации и педагоги. Сегодня здесь с ними уже прощаются. Однако на этом история не завершается. Ведь в родном областном лицее этих ребят всегда любят и ждут. Продолжение следует...